Здравствуйте! Это программа «Новосибирск. Код города». Поговорим об основных событиях и том, как эти события отзовутся в жизни города и горожан. В сегодняшнем выпуске. Сезон весенних ям на дорогах. Каковы гарантийные обязательства и планы ремонта, выраженные в квадратных метрах? Трамвайная линия, которая свяжет Золотую Ниву и будущий автовокзал на Гусинке, проектируется в Новосибирске. По путевке в детский сад. В городе продолжается кампания по набору дошкольников. Весна с переменным успехом приходит в Новосибирск, а значит, начинается сезон большой воды. И речь не только о половодии. Ливневая канализация, или как ее по-свойски зовут специалисты, ливневка, для Новосибирска узкое место. Задача подземных водоводов – собирать талую и дождевую воду и отводить ее с улиц. В городе всего 300 километров ливневых коллекторов. В сравнению с протяженностью дорожной сети это очень мало. Впрочем, существенные деньги стали вкладываться в ремонт и обслуживание ливневой канализации. В ливневку с 2018 года вложено более 50 миллионов рублей. Исторически так сложилось, что ливневку в Новосибирске при закладке основных магистралей не строили. Тратиться не было необходимости, потому что воду прекрасно отводили малые реки, впитывали логи и овраги. Тотальное асфальтирование города создало своеобразные водоводы прямо по улицам. Строить ливневку на имеющихся улицах дорого и сложно. Водоводы проектируются и строятся на новых дорогах Новосибирска. После обильных дождей, которые, как уверяют специалисты, становятся все больше похожи на тропические ливни, улицы местами превращаются в реки. Но если в большинстве случаев внезапно прибывшая вода через полчаса уже уходит, то пара мест традиционно становится героями народных новостей. Две главных мокрых точки на карте Новосибирска это Южная площадь на правом берегу и площадь энергетиков на левом. В обоих случаях причиной скопления тонн воды на проезжей части называлось чрезмерное заполнение коллектора. Оказывается, низкая пропускная способность в случае с площадью энергетиков — это следствие засора. Мэр Новосибирска проверил работы по очистке проблемного коллектора на площади энергетиков, и беседа с мэром для представителей профильного департамента оказалась непростой. Я вину ставлю департаменту, неверно оценили ситуацию. А лужи могло не быть. Виноваты же пиратские врезки в ливневку. Врезки, как правило, все не согласованы, сделаны не по правилам. То есть там лежат трубы, которые пересекают поперек коллектора, ну и, соответственно, создают условия для заилива. Дороги Новосибирска нуждаются в ремонте. Мэрия сделала систему такого ремонта прозрачной. На общедоступной карте сайта «Мой Новосибирск» отмечены не только проведенные ремонты и суммы затраченных средств, но и организации, которые работу проводили, а также гарантийный срок. Если разрушилась раньше, извольте чинить за свой счет. Пока основательно взяться за ремонт дорог не позволяет погода. По технологии температура должна быть не ниже плюс 5 градусов. Сейчас можно только экстренно засыпать ямы, щебнем или использовать холодный асфальт. Есть список первоочередных улиц для ремонта. Общая площадь разрушений больше гектара. Это площадь энергетиков, это улица Ипподромска, Октябрьский мост, ну и еще там ряд. У нас 4 бригады планируются 6 числа выходить. Два завода на сегодняшний день уже топят, подготавливаются. Поэтому вот ждем погоды. Я думаю, 6-7 числа мы начнем уже устранять вот эти острые аварийные места. Улица Волочаевская, Плющикинский жилмассив. С этой стороны после зимы дорога ровная. Ее ремонтировали в прошлом году. С другой стороны дороги асфальт тоже обновляли, но не полностью, лишь закатывали ямы. В итоге очевидные разрушения и автомобилям приходится объезжать вновь появившиеся выбоины, чтобы не испортить колеса. Вот яркий пример того, как отличается качество тех дорог, которые не получают должного ухода от тех, которые ремонтируют полноценно и в положенный срок. На тех дорогах, которые ремонтировали комплексно по федеральному проекту, дефекты тоже есть. Их подрядчики устранят по гарантии за свой счет. Основные замечания – стерлась разметка, выбоины возле люков, где-то колея. На весь дорожный ремонт в этом году планируют направить больше миллиарда рублей. Перечень улиц достаточно обширный, в том числе и проспект энергетика в кольцо, которая, к сожалению, не попала у нас в ВКД в связи с реконструкцией под 4-й мост. Это и Большевицкая, это и Фабричная, такие улицы знаковые, которые давно уже ждут своего ремонта. Бердское шоссе с колейностью, ну и так далее. Фрунзе, Гоголя, то есть перечень достаточно обширный. Батути на колейность будем устранять. Нужная для ремонта температура по прогнозам синоптиков установится к концу следующей недели. Тогда в городе и приступят к масштабному обновлению дорог. Золотую Ниву и будущий автовокзал на Гусинобродском шоссе планируют связать новой трамвайной веткой. Это облегчит ситуацию в отдаленных микрорайонах. Цена вопроса куда ниже, чем строительство подземки. Транспортники отмечают, что будущая трамвайная линия и Дзержинская ветка метро дополнят друг друга. Наземное строительство начнут независимо от финансирования метрополитена. В планах привлечение инвестора. Ранее мэр Анатолий Локоть озвучивал также намерение в этом году начать проектирование Плющихинской линии к саду Мичуринцев. Александр Сульдин ознакомился с проектом строительства, что называется, непосредственно на местности. Мы сейчас находимся, наверное, там, где как раз и пройдет у нас трамвайная линия. Да, мы планируем строительство трамвайной линии, которая бы соединила трамвайную сеть правобережья со станциями метрополитена. И станция метро «Золотая Нива» одна из них. Вот станция метро, как я понимаю, вестибюль вот находится, да? Да, действительно, «Золотая Нива» у нас удачно расположена в плане того, что на всех четырех сторонах перекрестка есть выходы метро. Для этого ничего не нужно перестраивать из объектов метрополитена. Здесь планировочная характеристика перекрестка достаточно удачная. Сохранился бульвар на улице Кошурникова, где когда-то была трамвайная линия. То есть она примерно пойдет вот по этому месту, где и раньше была? Да, более точно мы можем уже сказать траекторию этой трамвайной линии после окончания проектирования, ну, примерно в конце 2019 года. Более глубокая интеграция электрических видов транспорта, особенно таких основных стержневых, как рельсовых, для того, чтобы была создана единая магистральная сеть рельсового транспорта. Для этого мы и подтягиваем трамвай к линиям метрополитена, к станции метрополитена существующим. И, конечно, эта комбинация будет работать, когда будет единый сетевой тариф. Будет скидка при пересадке. Как это действует сейчас, то есть при пересадке с трамвая на метро 50% вы платите за вторую поездку в течение часа. За нашей спиной даже линия осталась. Да, до 91-го года по улице Кошурникова у нас ходил трамвай. Вы видите участок трамвайного пути прямой. В общем-то, к нему мы и собираемся пристыковаться, реконструировать вот этот узел. Много говорилось о том, что новая линия будет конкурировать с метро. Расстояние между остановками на этой линии находится в пределах 300-500 метров. Мы считаем, что это не конкурент метрополитену, потому что расстояние между станциями на метро это 2, а то и 3 километра. Следующая станция после Золотой Нивы будет станция Гусенобродская на пересечении с улицы Даватора. А это почти 3 километра от Золотой Нивы. То есть трамвай здесь будет как бы подвозить подвозящим транспортом, в том числе к линии метрополитена. В достаточно стесненных градостроительных условиях мы не везде имеем возможность организовать кольца трамвая разворотные на конечных пунктах. На сегодняшний день эти вопросы решаются проще. В условиях дефицита городских земель устраиваются тупиковые конечные со стрелкой между путной и с выездом на другой путь. Таким способом можно организовать движение существующих трамвайных вагонов, если их сцепить по системе многих единиц кабинами на разные стороны. То есть получается к этому вагону прицепят еще один вагон только кабиной в ту сторону. Да, как вариант. Получается вот на этом месте будет конечная точка маршрута нового. Да, в будущий зеленый газон, отделяющий Гусенобродское шоссе и территорию будущего автовокзала. Примерно до конца здания автовокзала будут продлены трамвайные пути, где также будет тупиковая конечная. Очередной пленум городского совета ветеранов оказался в центре политического внимания. Подведя итоги работы, организации ветераны вдруг, пользуясь случаем и присутствием мэра, предложили Анатолию Локтью идти на второй мэрский срок. Аргументы ветеранов это позитивные изменения в городе и внимание к старшему поколению. Проекты новосибирских ветеранских организаций постоянно получают грантовую поддержку от муниципалитета. А масштабная акция эстафета патриотизма поколений уже оформилась во всероссийское движение. Каждый четвертый новосибирец принял участие в каком-то из мероприятий эстафеты. За несколько лет акции провели более 500. Конкурсы и творческие встречи, концерты и семинары, цель которых подготовить празднование 75-летней годовщины Великой Отечественной войны. Внести вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Нам, ветеранам, важно и приятно то, что о нас, ветеранах, не забывают. О том, что ветеранские организации чувствуют поддержку, в том числе и весомую материальную поддержку от нашего мэра Анатолия Евгеньевича. Мы видим, что наш мэр Анатолий Евгеньевич ответственный человек, профессионал предстоящих выборов. Анатолий Евгеньевич самый достойный кандидат. Чем Новосибирь заинтересовал крупные корпорации Сингапура, Германии, Китая и Индии? Они готовы инвестировать и использовать технологии умного города. То есть разработки, которые помогут сделать жизнь в городе комфортнее и безопаснее. Отстройка транспортных потоков с помощью компьютера и умных светофоров, теплые остановки с функцией голосовой навигации, робот-регистраторы для поликлиник. Эти и другие разработки новосибирских компаний и научных институтов покажут на форуме «Городские технологии» на следующей неделе. Выставка «Дискуссионные площадки» откроется 4 апреля. Мы уже четвертый раз проводим форум «Городские технологии». Он пройдет вот раз 4-5 апреля. Форум проводит организаторами, является мэрия совместно с Сибирским отделением Российской Академии Наук. Мы его проводим. Заявили желание приехать к нам. Будут представители из Китая, Индии, Германии, Белоруссии и чрезвычайный полномочный посол Лаоса. У нас будут компании достаточно крупные, которые будут принимать участие. Это «Роскосмос», «Росатом», «Шваба», «Корпорация Ростех». Формат мероприятий, он следующий, это деловая программа, выставка. В частности, мы работаем над темой «Умный город». Будем устраивать разные шоу, конкурсы на лучших практиках «Умный город» и посещение предприятий Новосибирска и Новосибирского научного центра с целью знакомства с различными технологиями. В городе начали выдавать путевки в детские сады. Мы спросили новосибирцев, рассчитывают ли в их семьях на места в муниципальных детсадах и как они оценивают условия там для ребятишек. Мы в муниципальный ходили, потому что ребенка надо куда-то деть. Ну, в муниципальный, конечно, на частный денег нет, но и очередь как бы не сильно быстро движется. Нам очень повезло с садами, поэтому у нас была замечательная группа. Может быть, там из других групп кто-то жаловался на воспитателей, но у нас зло, да? Маша, тебе понравилось? Да. Все, у нас только положительное. Мы отдали ребенка, чтобы выйти на работу. Мы ходим в 502 детский садик муниципальный. Они и лепят, и рисуют, и хореография, и театральные постановки. Думаю, что можно и с семьей социализироваться на самом деле. Бассейн в детском саду есть, и физкультура. Он же знает все буквы, ну, то есть их садики научили, считать умеет. Бабушки в других городах живут, поэтому без вариантов. Дома, да, сидим, уволилась. Мы ходим в муниципальный детский сад. Время мы приболели, и он находится у бабушки. Я преподавала в институте, сейчас было лучше 4 парады, на честное слово. Да, у нас второй внучок, первая девочка, вот она как бы не ходила в садик. И она такая у нас скромненькая девчонка. Я очень хочу, чтобы этот ходил в садик. Среди деток будет там играть, поэтому наставим. Нам, правда, еще мало, но они в очереди стоят. Получится муниципальный, конечно, пойдем. Нет, пойдем в частный. Мы решили погрузиться в вопрос получения места в детском саду и прошли этот путь с мамой очередного маленького новосибирца, который осенью пойдет в первый раз в младшую группу. Погружалась в дошкольный вопрос Александра Медведенко. 18 марта в Новосибирске начали выдавать путевки в детские сады. Я сейчас нахожусь в администрации Кировского района и на деле проверю, насколько просто получить путевку. А вот как раз очередь. Видимо, родители сидят и ждут, когда их вызовут в кабинет. Да, действительно, не ошиблась. Это очередь в отдел образования. Здесь, кстати, есть инструкция для родителей, которые путаются, как посмотреть очередь в детский сад. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы за путевкой в детский сад? Да. Можно прицеплю к вам? Да, конечно. Да. Расскажите, пожалуйста, кому получаете путевку? Я получаю путевку сыну. Мы с ним пришли. Ему уже скоро будет, ну, летом будет три года, поэтому нам уже пора. Он, когда родился, мы практически сразу встали на очередь. Подали документы через госуслуги, то есть мы никуда не ходили. Документы прикрепили там в электронном виде. Ну, и, соответственно, вот сейчас нам позвонили, сказали приходить. Следующие заходят, приглашенные за путевочками. Это мы. Да, припаживайтесь. Так, 398 детский сад направляем. Комплектование на новый учебный год, на 19-20-й. Просто пораньше в этом году мы начали эту компанию проводить, согласно новому регламенту Департамента образования. Все, уже детский сад, давайте, готовьтесь. Говори, до свидания. До свидания. До свидания, до свидания, молодец. Спасибо. Но сейчас мы с Димой и с его мамой проедем в детский сад, посмотрим, какой же он. Детский сад, ласточка. Здравствуйте, не подскажете, где заведующая? Вот, обращайтесь, спрашивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем. Проходите. Присаживайтесь. А скажите, пожалуйста, как быстро нужно путевку принести в детский сад? Путевку нужно зарегистрировать в течение 7 дней. Вот прямо на путевке даже написано это, что в течение 7 дней путевка регистрируется в детском саду. По мере освобождения мест выпускниками мы будем приглашать. В журнале я себе делаю пометки. Если вы хотите пораньше, то вы об этом скажете. Ну вот мы и прошли весь путь. Люба, скажите, ожидали ли, что столько времени займет? На самом деле все быстро. То есть путевку в администрации дали. Здесь мы ее сдали. Здесь тоже никаких в детском саду очередей не было. Поэтому, в принципе, все понравилось. На этом все. С вами был Иван Конобеев. Смотрите еженедельную программу «Новосибирск. Код города». А также следите за событиями дня на сайте «Новосибирские новости». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова